Доброе утро, дорогие братья и сестры! Продолжаем с вами изучать Второе послание к Весланкицам, Первую главу. И сегодня у нас, ну, пожалуй, Второе-третье стихи, наверное, мы с вами осилим. Итак, Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друга, друг к другу, между всеми вами. Между всеми вами. Ну и так, несмотря на то, что Второй стих это такое стандартное приветствие Павла, я всегда обращаю на него внимание, потому что те истины, которые здесь заключены, они здесь появились не случайно и не для красного словца. И это не просто пожелание, как у нас там, да, пожелание здоровья там и всяческого благоденствия. Здесь мы видим пожелания духовных таких успехов. И духовные успехи немножечко отличаются от успехов этого мира. Как мы с вами понимаем, духовные успехи – это степень нашей близости ко Христу. Вот что определяет наш успех в духовной жизни. То, насколько мы ближе ко Христу. И, конечно же, иногда это может, ну, видимо, совпадать с представлениями об успешности, о некоем благоденствии в глазах людей этого мира. Ну, там, естественно, когда мы близко к Господу, Господь нас защищает, Господь благословляет наш дом и так далее, так далее, так далее. А иногда это может не совпадать, потому что бывает, что благодать Божья непроста для тех, кому она оказывается. Ной строил ковчег сто лет. Это было непросто. И написано, что Ной обрел благодать у Бога. И Бог доверил ему такое дело. Ну, вот и прочие-прочие примеры, на которых не хочу сейчас останавливаться. Повторюсь. Благодать вам мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. То есть, Павел желает этой благодати и мира от Господа в жизни писалонникийцев. Вот. И это очень важно с духовной точки зрения, ну, с точки зрения Господа, с точки зрения нас, как тех, кто принимает эту благодать. Нам важно этих вещей искать и принимать от Господа благодать и искать этого мира, которые исходят от Господа. То есть, это не просто, знаете, как вот люди на свадьбах и днях рождения желают друг другу всего хорошего, а сбудется оно, не сбудется, в чем оно должно, это хорошее выразиться, шутки его знают. Непонятно. Просто доброе, проявление доброго расположения. Но здесь не так. Вот. Не будем долго на этом останавливаться, потому что каждый раз мы об этом говорим, каждый раз мы это обсуждаем. Вот. Замечу лишь только то, что это важно, этих вещей важно искать в своей жизни. Вот. Интересно, здесь написано, что вот эти все добрые и прекрасные вещи благодати, мир исходят от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Мы видим, что источник-то один, что как бы кто ни пытался разделить в своей голове Бога Отца и Иисуса Христа, все-таки между ними, между этими двумя личностями троица, есть совершенное единство, и мы видим, что все это, что они, что Павел желает к Исланикитам, исходит именно от одного источника. Не то, что у Бога Отца своя благодать и мир, свои благодать и мир, у Христа свои благодать и мир, ну, вот тебе немножечко от Отца, вот тебе немножечко от Христа, то есть, конечно же, нет. Мы видим, что источник один и от Господа исходит все это в нашу жизнь. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Ну, некоторые следователи говорят, что вот почему именно Павел употребляет слово всегда по справедливости. Возможно, возможно, после того, как Павел пропел Дефирамбы Фессалоникийцам, ну, я шучу, конечно, после того, как он действительно написал Фессалоникийцам первое, такое хвалебное письмо, в котором их достаточно превозносило и отмечал и отмечал их успехи в Господе, возможно, они в ответном послании или при некой личной встрече, вот, или при, ну, передавали устно через тех, кого Павел посылал, возможно, они, как люди скромные и духовные, наверное, они говорили, да нет-нет-нет, да мы не достойны таких похвал, да это все Господь, вот, и, ну, оно, конечно же, правда, что это Господь все совершает, вот, но все-таки Павел здесь и говорит, что он хвалит не их самих, а Бога за них, тем не менее, они могли воспринять эту похвалу на свой счет, вот, и могли возражать, говорить, что, ну, наверное, нет, и так далее, но Павел говорит, нет, мы должны Бога за вас благодарить по справедливости, вот, то есть ситуация объективна, ну, как бы, переводя на наш современный язык, Павел говорит, что вот ситуация у вас, ваши успехи объективны, они видны всем, то есть нельзя сказать, что вот я вижу, а больше никто не видит, ну, с точки зрения Павла, вот, я там пою вам всякие похвалы, вот, а, как бы, ну, так просто, как бы авансом, результата нет на самом деле, Павел говорит, нет, 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 результат есть, и он очень, видимый, очень большой, вот, успех очевиден этих людей в Господе, и давайте посмотрим, в чем этот успех выражается, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг по другу между всеми вами, обратите внимание, что Павел совершенно не перечисляет то, ну, такие вещи, которые в глазах даже многих верующих должны были быть каким-то мерилом успеха, то есть, Павел не говорит о каком-то здании прекрасном, которое они построили, Павел не говорит о том, что у них в церкви там денег много или что-то подобное, Павел не говорит о том, что они такие молодцы, купили автобус для церкви, да, вот, я, конечно же, по поводу автобуса шучу, понимаете, вот, но, мы видим, что Павел обращает внимание совершенно, ну, на такие вещи, которые в глазах этого мира либо несущественны, либо, ну, как бы, само собой разумеется, ну, таком, на втором, на третьем, на пятом плане, вот, но Павел именно на них обращает внимание и именно за них он благодарит Бога, потому что возрастает вера ваша, это, смотрите, это, наверное, самая, одна из базовых вещей, здесь дальше он перечисляет, любовь, это тоже базовая, это очень серьезная вещь, это то, что должно быть в церкви, это то, без чего церковь не может существовать, и человек не может существовать, как верующий человек, вера ваша умножается, ой, возрастает, написано, умножается любовь каждого друг к другу, то есть, смотрите, не велом успеха в христианском мире, в Господе, есть мера, ну, или степень, или, какое количество, если так можно сказать, веры и любви, недавно Иисус сказал, что по любви узнаете, вы, по любви все узнают, что вы мои ученики, вот, а вера, конечно же, позволяет делать дела Божьи, которые, собственно, писал Никитцы и делали, то есть, Павел обращал внимание на то, как взрывоподобно распространилось Евангелие, благовестие через этих вот людей, вот, собственно, поэтому Павел и хвалил Господа за них, но не просто это был, как мы говорим сейчас, взрыв евангелизации, не просто много, ну, как много дел было совершено, не просто много, ну, да, много всяких именно внешних событий произошло, но здесь суть в том, что именно это произошло, потому что их вера умножалась, и любовь умножалась друг по другу, вот, именно поэтому, поэтому я думаю, что я уверен в Господе, что вот наши глаза, наши сердца, как верующих людей в церкви, должны быть обращены именно вот на эти вещи, а умножается ли моя вера, умножается ли моя любовь к братьям, или она уменьшается, или мне все противней ходить в церковь, потому что там один то, другое, другое, ну, вот, в церкви нет любви, да, естественно, такая фразочка сакраментальная, которая из уст некоторых людей с завидным постоянством звучит, в церкви нет любви, и так далее, и так далее, вот это вот, прям, любимая тема некоторых людей, ну, вот, непонятно, чем занимаются, то есть мы должны обращать внимание, есть ли в церкви, ну, не в церкви, а во мне, лидер, да, должен смотреть, умножается ли любовь в церкви, но не в том смысле, что она ко мне должна быть обращена, к нему, к служителю, а в целом, как люди между собой общаются, помогают ли друг другу, участвуют ли в жизни других, молятся ли друг за друга, и так далее, и так далее, и так далее, вот эти вещи должны быть обязательно в нормальной церкви, если во мне этого нет, нечего ожидать, что это должно быть в церкви, да, то есть, если я в себе не замечаю этого, обращаю внимание, ну, просто не то, чтобы на свои чувства, да, понятно, чувства могут быть любыми, и чувствами можно себе, ну, как бы, себя убедить, что у меня нормально все, я всех люблю, и вера, вера и нормальная у меня все, и так далее, а именно по факту, да, ну, хорошо, если твоя вера умножается, а в чем это проявляется, в каких конкретно делах, в каких конкретно вещах, которые ты делаешь, умножается твоя, проявляется твоя вера, если я сам себя убедил, в том, что моя любовь, конечно, возрастает, и все, я всех люблю, и так далее, а в чем конкретно любовь проявляется, Что дает основание говорить мне, что, например, во мне полгода назад было 50 единиц любви, условно, я шучу, конечно же, а сейчас во мне 80 единиц любви. То есть, смотря на что я вижу, я стал более жертвенным, я стал более участливым в жизни, мне стало не все равно на жизни еще большего количества людей, понимаете? Ведь возрастание любви, его можно увидеть внешне, мы же не говорим о всяких чувствах внутри, мы говорим о проявлениях, внешних проявлениях этой любви. Потому что, повторюсь, сами с собой мы можем договориться и сами себя убедить, что у нас все нормально и все так и прочее. Вопрос внешнего, внешних проявлений. И, понятное дело, нам не нужно ничего никому доказывать, но это как индикатор. Потому что, если моя любовь к людям не возрастает, если моя вера не возрастает, если нет динамики положительной, это значит что-то не так. Это значит нужно обратить внимание на свое сердце, перетрясти, переосмыслить свои отношения с Господом и двигаться дальше. Двигаться в сторону умножения любви и умножения веры. Вот. Вот такая тема сегодня. Ну, пожалуй, на этом можно и закончить. Отец наш Небесный, научи нас, пожалуйста, так жить и так поступать, Господь, чтобы наша вера и наша любовь умножались. В первую очередь к Тебе и потом уже к нашим ближним. И молю Тебя о том, чтобы в этом мы были искренни, в этом мы не обманывали ни самих себя, ни других людей. Но в простоте и чистоте, и искренности шли за Тобой, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok